ну давайте начнем здравствуйте сегодня мы с вами поговорим о тектонических деформациях то есть те вещи которые вы должны из школы еще помнить так напомню просто ничего тут нового для вас не должно быть и поговорим о вторичных формах залегания осадочных горных пород и не только об этом кое-какие вещи напомню так напоминаю опять моря и океаны это основные области накопления осадков на нашей планете осадков накопления в основном сосредоточено в понижениях рельефа естественно самые большие понижения рельефа на планете это океаны естественно ну и моря куда идет снос за счет сил гравитации осадочного материала с континентов вот главные области накопления осадков мы с вами об этом наверное говорили это собственно шельф такая полка вот она шельф куда приносится именно обломочный материал основной суши и собственно подножие материкового склона куда он становится в результате различных уже последующих событий вот две области где накапал основные области где накапливается осадочный материал углы наклона дна собственно даже на самом крутом кондитальном склоне не превышают ну в средние конечно так 3 7 градусов поэтому осадочный материал об этом известно уже достаточно давно но накапливается первоначально более-менее ровными слоями но почти скажем так горизонтально и кровли и подошвы этих слов но почти параллельно между собой и параллельной поверхности дна ну с некоторыми конечно допущениями горизонтальное залегание является первичной формой залегания осадочных горных пород вот посмотрите пример осадочного залегания таких пород это вот кайнозойские отложения на волге видите горизонтально лежащие толщи вы видите эту слоистость почему она появляется мы с вами об этом тоже говорили вот пожалуйста да пермские отложения на реке сухана в волгогодской области видите горизонтально лежащие толщи такие примеры главное чтобы вы научились видеть все это или вот пожалуйста кембрийские отложения сибирской платформы эти вот горизонтально лежащие толщи как накопились первоначально так собственно и лежат до сих пор кембрийские отложения это в общем-то 535-540 миллионов лет вот черенский каньон каньон казахстана видна горизонтальная слоистость это тоже видите хорошо или вот большой каньон колорадо ну надеюсь вы все уже поняли что такое горизонтальная слоистость я еще раз эти картинки буду когда-нибудь но не эти самые конкретно показывать что вы научились смотреть и видеть ну вот еще раз повторю что собственно от слои осадочных пород первоначально отлагается практически горизонтально их кровли и подошвы являются параллельными то есть горизонтальное залегание это первичная ненарушенная форма залегания осадочных горных пород все это поняли надеюсь посмотрите как же все выглядит на карте здесь плохо видно конечно света много вот здесь горизонтально залегающие отложения той же самой сибирской платформы на карте собственно геологической карте антогеологической карте как строится геологическая карта не знаю говорил вам или нет но наверное практически вам об этом говорили рельеф строится с помощью горизонтали рельефа горизонтали рельефа это линии соединяющие точки с равными абсолютными отметками абсолютные отметки считаются от нуля кронштадтского футштока все это вы должны знать так вот в идеальном случае геологические границы обычно подошвы каких-либо толщ они собственно залегать горизонтально залегающих слоев будут параллельно горизонтальным рельеф вот как строится рельеф собственно таким на горизонталь разбивается если геологические границы должны быть параллельно этим горизонталям естественно нигде их не пересекать вот посмотрите как это выглядит на геологических карт ну это вы наверное уже видели на тех карты которые занимались видите вот горизонтали рельефа обычно показывать коричневыми линиями а геологические границы черный год подошвы меловых отложений на той карты по которой вы строите разрез ведь они нигде не пересекают друг друга параллельно друг другу это говорит о том что меловые отложения в данном месте лежат горизонтально геологические границы параллельно горизонтальным рельефом ну то же самое картинке вот здесь наблюдается неогеновое отложение ведь он горизонтальный рельеф вот он здесь на пунктируем то что дополнительная горизонталь и геологическая граница строго ну почти строго следует этой самой горизонтальной где и не пересекая вот такие соотношения говорят о том что толще лежат горизонтально естественно вот это первичное горизонтальное залегание конечно может быть нарушено в результате действия совершенно различных сил и возникают вторичные или нарушенные формы залегания осадочных горных пород вот это вторичная нарушена вторичные нарушены любое в общем залегание отличное от горизонтального будет считаться уже вторичным нарушенным залеганием неважно как происхождение сил может быть различным не все связано с тектоникой хотя основные формы залегания связаны конечно тектоническими движениями которых мы с вами прошлый раз говорили силы могут быть и тектонический в первую очередь и не тектонический я хочу напомнить что из себя представляет первичный морской осадок вот перед вами глубоководные карбонатные отложения видите что они себя представляют такой полужидкий обводненные осады состоящие из иловых частиц химических осажденных так вот вот этот вот осадок он вот такой полужидки и потом результате процессов диагенеза вот из этого полужидкого реакционно способного неустойчиво физическое и химическом отношении биохимическом в результате различных биохимических процессов при нормальной температуре давления образуются твердые горные породы на что уходят до миллиона лет это вы помните вот он такой вот первоначально отсюда посмотрите возникают вторичные формы то есть отличные от горизонтального формы залегания которые имеют не тектоническое происхождение вот первую очередь вызвано движением осадочного материала при формировании собственно слоя еще обводнен видите вот эти вот такие складочки не горизонтально видите сверху горизонтально лежит снизу более-менее горизонтально лежит а вот в это время здесь какие-то события происходили и осадок вот этот песчаный он тек просто перетекал отсюда возникают вот такие вот завихрения в нем и таких примеров может привести множество вот будете на бухте лазурная в крыму там наверное вот этот валун сохранился не знаю вот посмотрите то же самое так называемая конвалютная слоистость завернутая слоистость результат оползания еще не затвердевшего осадка вот этот вот светлый аргелит али воролита прошу прощения видите они все смяты в складочки а между ними слои аргелитов практически горизонтально лежащие это баллон который лежит на пляже поэтому такой ракурс мы видим или вот посмотрите то же самое это к большой кавказ вот горизонтально лежащие слои аргелита в пассивности а вот эти песчаники в момент их накопления ну что-то происходило какие-то движения может были на уклоны дна немножко менялись но осадок тек видите возникают вот такие вот завихрения в нем вечер это все не тектоника почему не тектоника да потому что если это тектонические движения то тектоника действует на всю толщу пород сразу возьмите вашу тетрадку согните ее все листочки согнутся не останется между ними горизонтально лежащих листочков так так а если у вас вот такая вот переслаивание каких-то слоев где вот такая в конвалютная завернутая слоистость а между ними горизонтально лежащие слои это говорит о том что события прицелье момент накопления конкретно вот этого просло или про пласт не более того то есть это не тектоника это именно ползание какое-то ну вот да посмотрите вот деформации мягкого осадка ведь горизонтально лежащие толще а вот да что-то произошло может быть какие-то там две небольшие движения и в этот момент осадок тек вот это все не тектоник или вот пожалуйста видите складки такие вот горизонтально лежащие толще горизонтально лежащие а между ними вот такие вот видите изогнуты это дагестан арканы верхнемел масштаб вот это этих событий может быть совершенно разный до этого мы видели их в пределах какой-то небольшой пачке слоев а тут посмотреть вот человечек для масштаба вам и вот пожалуйста видите вот это вот склад смятые в складке слои вот это тоже смят а между ними горизонтально лежащие слои сверху тоже и внизу подстилается то же самое вот это говорит о том что это не тектоника это подводное оползание складки подводного оползания а вот такую картину вы увидите в бухте лазурная в таврической серии посмотрите вот эти вот слои все смяты совершенно незакономерно вот эту картину можно увидеть если отплыть от берега если вам разрешат отплыть от берега преподаватели вы увидите что весь склон вот таким разнообразные складочками смят абсолютно незакономерными складочками тектоника дает закономерный и наклоны складок и наклон силовых поверхностей и так далее здесь же незакономерности никакой не наблюдается скорее всего это подводное оползание момент накопления этих толщ еще не литифицирован помните вы проходили такие минералы как ангидрит и гипс так вот посмотрите ангидрит это кальций со4 при обводнении гидротации ангидрита присоединение воды он превращается в гипс но при этом и объем породы в данном увеличивается и видите за счет того что объем увеличивается вот уже вот такие складочки то есть энергия самой породы здесь играет роль а никакая не тектоник вот такой же пример изменения объема пород гидро увеличение объема при гидротации какой-то а если у вас идет высыхание наоборот дегидротация потеря воды то возникает вот такие вот трещины отрыва что называется нам о трещинах мы еще не говорили ну примерно то же самое что происходит в потоке лавы при его остывании помните вам наверно николай вадимович рассказывал возникает вот эта вот столбчатая отдельность примерно то же самое здесь то есть у вас объем породы уменьшается при высыхании естественно она трескается и возникает вот такие закономерные совершенно первичные трещины которые носят название общие общие трещины диагенетические трещины то есть при диагенезе возникает при формировании пород из полужидкого осадка трещина отдельности их называют они в известняках они вертикальны в песчаниках они наклонны в мергелях они вот такой вот скорлуповатый вид имеют вот посмотрите вот у вас диагенетические трещины в известняках вот они разбивающие эти они не продолжаются нижележащим слое обычно а вот вас диагенетические трещины в мергелях действительно вот такой скорлуповатый вид имеют чем еще могут вызываться вот такие вот изменения первичного горизонтального залегания скажем неравномерным распределением тяжести вышележащих слоев возникает так называемый flame textures вот они ведь пламенные текстуры то есть выдавливание происходит ловут нагрузка до вас нагрузка идет и какой-то более пластичный слоем выдавливается по каким-то ну трещинкам минимальным то есть местам где это возможно вот вверх возникает вот такие текстуры а так все горизонтальное залегание в целом вот за счет неравномерного давления вот тоже самое посмотрите ведь вот тоже самое ведь погружение вот этого слоя в ниже лежащий или вот пожалуйста видите такая железненные участка не более тяжелые вот они тонут вот в этом слое и может быть видно микрослой слойки вот видите вот так вот выдавливаются свободное пространство многие вот складочки образуют эти вот они на за счет того что вот эти вот части ожелезненные не более тяжелые тонут еще в таком полужидком осадке а все лежит горизонтальные выше и ниже вот такие не не тектонические силы работает в масштаб тоже очень разный может быть вот посмотрите свое время вот складки поверхностные складки в первых отложениях на волге где-то видите за счет неравномерного давления а в оврагах в оврага за счет того что здесь возникает свободное пространство вот эти пластичные породы выдавливаются вверх возникают складки что не характерно для чехлов платформ вот такие вот такого плана складочки эти возникают нечем или сверху давите здесь они уже идет выжимание в овраге ну примерно похожие вещи вызываются неустойчивые гравитационные неустойчивые системы слоев с разной плотности у вас скажем на соляная тектоника вот так выглядят соляные диапиры соляные купола ведь вот они вот такие что происходит у вас соль имеет плотность чуть больше 2 грамм на кубических сантиметров а перекрывающие породы те же там песчанья глины два с половиной и за счет этого разницы в плотности в удельном весе у вас происходит выдавливать этих пластичных соляных породы пород содержать соли просто соли опять же по неоднородностям каким-либо либо трещинка либо что-то более тонкий слой сверху и так далее происходит такое выдавливаем ведь поверхность становится вот такая неровная иногда даже протыкание происходит вот соль проткнула толще видите а в между ними такое погружение возникает это за счет на гравитационной неустойчивости возникает такие вещи часто встречаются помните мы с вами говорили о глядцевой дислокации то же самое ледник ведь воздействует на ложе по которым он перемещается возникают такие складки вот движение ледника вот владимир славян свое время нарисовал по на днепре вот они ну похоже вот здесь вот на ямале ведь такие складки острые достаточно или вот например это все нарушение вызванные воздействием ледников давление огромное то есть это не тектоника это экзогенные силы но все-таки надо говорить о том что большинство вот этих вторичных форм залегания горных пород является результатом тектонических перемещений одни блоков относительно других тектонических движений вы перемещение материала коры которые вызываются так называем тектоническими силами мы об этом с вами немножко говорили и напоминаю вам что тектонические движения делятся по относительно поверхности земли на вертикальные и горизонтальные по скорости проявления и бывают быстрыми почти мгновенными например землетрясения и медленными вековыми для чем-то там сотни миллионов лет по направленности действий они бывают обратимые колебательные движения вверх вниз и восходящие нисходящие движения одного и того же блока земной коры бывает необратимые поступательные движения по времени проявления обычных делят на современные движения движения последних трех сотен лет до новейшие движения движение которое начинается с олигоцена примерно 30-35 миллионов лет назад и движение отдаленных геологических эпох до олигоценовые движения способы изучения движений по времени разделен совершенно разные мы об этом с вами говорили так вот чему приводит тектонические движения результаты этих движений к воздействию на породы внешних таких механических сил которые называются нагрузками вот я оперся на стол на парту это внешняя нагрузка за счет чего они возникают за счет движения блоков относительно друг друга везде мы с вами уже договорились там земная кора никогда не остается в покое блоки движутся отдельные разделенные какими-то на границами возникают вот такие вот механические нагрузки нагрузка f это внешняя механическая сила воздействующая но мы говорим о горных породах будем говорить про горные породы воздействующие на горные породы вот эти внешние нагрузки бывают объемными а бывают поверхностными например объемные нагрузки вы знаете прекрасно это сила тяжести механическая нагрузка которая приложена ко всем частицам тела земле любая точка подвержена действию силы тяжести поверхностная нагрузка вот пожалуйста сидит этот персонаж на поле на крыше крыши эта поверхность вот воздействует на крышу естественно то есть это внешняя поверхностная нагрузка на эту самую крышу тут все в общем-то это у вас в школе было еще раз значит что такое поле силы тяжести напомню потому что это важный момент на самом деле поле силы тяжести наша планета земля гравитационное поле силовое поле естественно обусловлены притяжением земли естественно вот притяжение земли вот еفдо вода и центробежные силы вот к в вызву с улучшением вращением земля вращающих с тела об этом никто не спорим до силы им поддержит земли направлены к центру земли а вращает центробежная сила направлена от оси вращения ну-то на вертикально нарисована и перпендикулярных ней естественно полюсе центробежная сила будет равна собственно нулю а собственно вот результирующая силы вот п будет максимально максимально на экваторе у вас собственным на кубу это максимальным центробежные силы и отсюда силы тяжести будет меньше сила тяжести на экваторе на полпроцента всего меньше чем на полюсах но какие следствия отсюда а то что следствует то о чем догадался время исаак ньютон земля имеет форму вот такого сфероида или эллипсоидов вращения в данном случае двухосный эллипсоид так что это все за счет вот такой вот за счет того что земля вращается в вязко-пластичном состоянии нет вы тоже должны знать знаете наверняка вот давайте такой житейский пример когда вы едете к 9 часам утра вы нормальные студенты которые ходят на все занятия к 9 утра в лифте уже все что можно находятся и кто-то еще приходит со стороны что возникает в лифте возникает переизбыток и излишнее внешнее давление и вы бы инстинктивно совершенно напрягаетесь согласитесь пытаетесь свое пространство завоевать совершенно инстинктивно то есть не отдать чтобы вас там не ломало то же самое происходит и в горных породах то есть как в общем объеме так и собственно каждая частица сопротивляется нагрузку вот видите вот они сопротивляются пытаются вернуться каждой частица первоначальное положение первоначальное положение что возникает в породе и вас тоже возникает напряжение 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 вот такой буковская обозначает сигма до внешней силы нагрузка f действующие на единицу площадь тела с величина и направление напряжения они различные и в зависимости от того как в теле проходит сечение которым приложена внешние силы если она вертикально и вот это нормально вот силы ведь приложены к такому вертикальному поверхности то возникает такие так называемые нормальные напряжения а бывает возникает касательные напряжения сдвиговое напряжение на школе у вас были они по-разному считаются и вот что еще хотелось бы вам сказать что собственно в земной кора вся находится состояние тектонического напряжения за счет движения отдельных блоков вот здесь посмотрите вот эта картинка здесь собственно вот красным показано направлении движения блоков вот скажем африканская плита видите для относительного движения еще раз повторяю движется к северу вот здесь где-то произошло землетрясение как раз на границе такой анталийский разлом евразийская плита она выдаешься наоборот к югу вот эти красные линии а синие линии показывает направление тектонических напряжений которые возникают раздвиговые видите вот все зоны средоокеанских хребтов в этой синенькие или где-то наоборот происходит сжатие в зоне субдукции например по берегам тихого океана и так далее то есть ориентировка тектоническое напряжение на различных земной коре за счет движения те же самых литосферных блоков и вся земная кора находится состояние тектонического напряжения как это проявляется а вот образуются так называемые трещины расширение порог при разгрузке вот ведь вот эти трещины которые первыми параллельны склону склону вот человечка лезет ведь вот склон видите вот эти трещины почему они возникают да потому что их по-разному называют и трещины трещина бортового отпора трещина отседания трещина расширения пород при разгрузке вот посмотрите вот схемка вот эти трещины земная кора находится вся в состоянии тектонического напряжения возникает свободное пространство естественно вот здесь нет пород это склон естественно мой пород будут пытаться выдавливаться в эту сторону возникает трещина отрыва так называемые на склонах или трещина отслаивания вот реки обычно выбирают для своих русел именно такие вот ослабленные зоны за счет того же за счет того же вот схемка видите трещина отслаивая вот такие вот вещи возникают к чему приводят вот эти самые напряжения приводит к изменению и формы и объема или того или только форме или только объема горных пород но и к изменению взаимного расположения естественно частиц из которых состоит порода то есть тело деформируется деформируется вот пожалуйста у вас меня деформация тела как его можно посчитать вот общая длина и нулевая вот дельта или это конечно величина 1 на который изменился при здесь укорочение тела идет вот это эпсилон это деформация простейшие виды деформации у вас такой есть вопрос билетах а в учебнике поэт ничего не написано простейшие типы деформации бывают однородные и неоднородные значит однородной деформации при однородной деформации что происходит напряженное состояние среды одинаково во всех точках тела вот такое возникает при удлинении и укорочении вот видите сжимающие напряжение перпендикулярные мы максимально растягивающие напряжение видите что прямые плоскости нарисовать в этом кубике прямые плоскости то они будут сохранять свою прямизну параллельные прямые плоскости остается взаимно параллельными то же самое при сдвиговых видите деформациях тау до простой сдвиг то есть это каждая точка смещается на одну и ту же величину то есть одинаковое напряженное состояние среды одинаково во всех точках тела ну и понятно что вот при изгибе скажем возникает неоднородные деформации ведь вот у вас на первоначально этот кубик вот что происходит растяжение сжатия это понятно при неоднородной деформации напряженное состояние среды непрерывно меняется от точки к точке и первоначальные прямые прямые утрачивают свою прямолинейность вот они ведь какие стали да и не сохраняют взаимные параллельность так происходит преобразование складок например складок на поперечного изгибы продольного какая разница изгиба вот пунктирные стрелки это смещение ну как помните вы палку ломали ведь да она у сломается верхней части там идет растяжение внутренняя часть идет наоборот сжатие то естественно происходит ну тела по-разному вообще реагирует на на напряжение приложенной к ней вот посадить такие графики то есть я просто напоминаю вот часть графика от точки о до точки а дети так называемая упругая деформация то есть упругость это способность тела восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки вот теперь такая пружина например вот это точка 1 это предел упругости понятно что это положение теории упругости описано законом гука о прямой пропорциональности между напряжением напряжением и деформацией они прямо пропорциональны мы будем об этом сейчас говорить вы это все знаете начну пургая деформация определение такое коротенько деформация твердых тел полностью исчезающая после снятия нагрузки когда деформированное тело восстанавливает первоначальную форму первоначальную конфигурацию как хотите посмотрите вот часть графика от точки а до точки б это такие идеализированные графики на самом деле посмотрите это если вот видите у вас деформация от точки от точки растет быстрее чем растет напряжение после снятия нагрузки деформация частично останется вот пластилин например да или глина то же самое пластичность глины при больших давлениях и длительном воздействии горные породы собственно могут пластически деформироваться и даже течь вот при реальном в реальном масштабе времени у вас пластичностью обладает только глины но если у вас вот эти вот напряжение приложены к породе длительное время то возникает деформация в этой породе посмотрите вот в геологическом масштабе времени это же огромные промежутки времени у вас породы по все породы в той или иной степени обладают свойства пластичности ведь прогибается балк за сотни лет может быть тысячи лет я как она здесь посадить она прогнулась это вы тоже видели на наблюдали пластическая деформация короткое определение деформация твердых сил остающиеся после снятия нагрузки ну и понятно третий вариант это собственно вас разрушение вот этот вот кусочек графика бв где у вас два это предел прочности пород и дальше начинает ведь у вас и напряжение снято а тело уже продолжает деформироваться предел прочности пройден тело деформируется и в конечном итоге достигает конечной прочности происходит разрыв вот это бв это собственно часть графика деформация при ослаблении тела перед разрывом то есть пред разрушение напряжение снято напряжение нет на деформация продолжается так вот при землетрясения бывает такое лавинное трещинообразование разрушение пород которые следуют за пластической деформации получила в геологии название вязка ну и в геологии вязким разрушением но для многих пород разрушение доступает непосредственно за упругой деформации вот такое вот разрушение получил название хрупкого разрушения ну премьеры такого хрупкого разрешения разрешение вам конечно известны например стекло вот результат любая деформация разрушения сразу после упругой никаких пластических деформации сразу все разбиваются давайте подведем некоторые итоги значит из того что я сейчас сказал следует что деформация это процесс который приводит к первое нарушению первичной горизонтальной формы залегания осадочных горных пород второе образование естественно вторичных нарушенных форм залегания осадочных горных пород которые все вместе носят название дислокация тектоническая дислокация то есть дислокация это результат процесса деформации и совокупность различных тектонических дислокаций это не что иное как тектоническая структура то есть деформация я настаиваю на этом это процесс который приводит к дислокациям они наоборот и так вторичные нарушенные формы залегания осадочных горных пород то есть тектонические дислокации то есть отличные от горизонтального залегания значит что мы здесь видим наклонное залегание свои могут наклоном залегания мы с этой картинки начали с вами сегодняшняя лекция или моноклинальные моно одинаковые клин угол флексуры так называемые складки или складчатые дислокации и трещины и разрывные тектонические нарушения пород по разному реагирует на приложенные силы вот эти моноклинали наклонное залегание флексуры и складки это дислокации которые происходят без разрыва сплошности слоя ну конечно трещина возникает нами можно пренебречь то есть образуется в результате пластических деформаций а вот трещины и разрывы которые сопровождаются разрушением сплошности нарушение сплошности слоев это результат деформации разрушения ну вот давайте потихонечку обо всем в этом поговорим и так наклонное моноклинальное залегание по-другому но вообще существует разница между собственно наклонным и моноклинальным залеганием вот здесь видите вы видите наклонно залегающий толщи то есть это толще пород назначить ну на каком-то расстоянии равномерно наклоненных в одну и ту же сторону вот схема да это самое кстати распространенная форма залегания потому что у складок существует два крыла которые представляют себя моноклиналии и наклонно залегающие толщи в чем разница вот такая тонкая разница между собственно наклонным залеганием и моноклиналью моноклиналь это структура который параде прослеживается на значительном расстоянии а наклонный залегай ну может быть у одной складочки только вы увидите то есть в масштабе проявления не более того вот олигоценовые толщины то руки видите лежат под одним и тем же наклоном примерно под одним и тем же наклон наклеены в одну и ту же сторону в крыму вы будете вот в этом месте но на второй практике будет это враг так мало вот такая моноклиналь ведь слои лежат с наклоном в одну и ту же сторону или вот здесь вы тоже будете да это бешкошь вот видите такой наклон небольшой квесты так называемые возникают с одной стороны крутой уступ а с другой стороны один склон крутой до второй склон вот такой пологий длинный склон там поля всякие возникает или вот пожалуйста такие цветные скалы есть такая провинция данксе да вот скалы принцы ганьсу в китае в китае видите разноцветные видно что они наклонены все под одним и ну по в одну и ту же сторону вот это моноклиналь моноклиналь на большом протяжении все это видно или вот да прекрасный да картинка видно да моноклинальные залегания сицилия вот они какие-то известняковые известняки лежащие под одним и тем же углом наклона эти слоистость видна вам я надеюсь или вот пожалуйста скала киселева знаменитая скала который рисовал художник киселев постоянно под туапсе видите вот в данном случае породы залегают почти вертикально но практически вертикально но с одним и тем же наклоном с одним и тем же наклоном то есть это примеры наклонного звука и вот та картинка которая на учебнике николай владимирович показана так называют скалистые горы ведь тоже почти вертикальные залегания но впадают в одну и ту же сторону все это падает как это все выглядит на геологических карт а это выглядит вид таких полос разного возраста разным цветом показан я надеюсь молодые люди которые вон там веселятся не знаешь такой стратеграфия надеюсь прекрасный пород какого возраста я жду ответа от этих троих да но они не знают это я понятно а вот эти какого возраста понятно да веселье кончилось видите вы начиная вот с юрских отложений такая полоса настраиваться потом меловыми отложений вот зелененькие потом полиогеновыми отложений потом неогенную ну и так далее то есть такие полосы полосы почему они вот такой вот вид имеют нужны они естественно эрозии это враги разнообразные но в целом это чередование полос наклоненных с одним и тем же углом наклона это крыль вот он внизу там нарисованы только разрез вы эту карту будете строить примерно даже в этом же масштабе до второй практике примерно то же самое здесь только изменена нижний комплекс это касалось все моноколинального залегания так у нас а еще минуту ну давайте посмотрим иногда вот эти наклонные формы залегания осложняется такими ступенеобразными изгибами вот такие ступенеобразные изгибы получили название в геологии структурной геологии flexure 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 да изгибания flexure таки ступенеобразные или коленообразные изгибы в толщах горизонтальной или моноконально лежащих пород вот видно вам или нет вот здесь вот на камчатке вот мало таких рисунков можно найти вот да что такое изгиб такой в отложениях сейчас у меня другая на всякий случай есть указочка так а где они тут что вот видите вот он изгиб видите вот он коленообразный изгиб вот он да вот такой коленообразный изгиб 2 ну давайте сделаем а нет еще есть время давайте посмотрим на чтобы уже в flexure уже определяется отдельный элемент можно выделить верхнее крыло и нижнее крыло они между собой параллельно значит верхнее параллельное крыло нижнее параллельное крыло и крыло который их соединяет называется смыкающим крылом у flexure уже может быть амплитуда смещения ведь вот амплитуда между подошвы слоя здесь подошвы слоя здесь ну про шарнир пока не будем говорить flexure характеризуется углами наклона они разные могут быть бывают прямые обратные flexure но мы сейчас об этом говорить не будем просто такой коленообразный сгиб слоев вертикальной амплитуды я уже говорил и шириной вот ширина измеряемая по простиранию вот в этом смыкающим крылья что такое простирание надеюсь вы знаете ну и угол flexure еще можно выделить вот такие вот вот элементы это наверное у вас было на практических занятиях поэтому я коротко на этом остановлюсь исключительно просто напомню вам если вас кто-то что-то там не понял когда у вас слои находится уже не в горизонтальном а в наклонном залегание тем более в складчатом тем больше и не разрывы иногда бывает для составления геологических карт совершенно необходимо знать положение слоев пространства это совершенно необходимо видеть иначе вы не построите геологическую карту не расшифруете структуру того или другого района то есть зря проведете время в поле и вот очень важно как раз для этого используется горный компас и собственно элементы залегания с посмотрите у вас наклонное залегание слоев да при наклонном залегание горных пород для определения слоев пространства вы знаете пользуются так называемыми элементами залегания слоя азимут линии простирания азимутом линии падения и углом падения пород ну я думаю вы это все знаете но все-таки сказать должен итак что такое линия простирания это любая горизонтальная линия лежащая на поверхности слоя на кровли слой или на его подошве неважно таких линии можно провести на слое бесконечное количество это вы тоже прекрасно понимаете линия падения представляет из себя вектор который собственно перпендикулярный к линии простирания вот 90 градусов ведь тоже лежит на поверхности слоя и направлен вниз по падению слоя в маркшиндерском деле еще применять такое понять как линия восстания но в геологии он практически не используется но обратная будет линия не более того и угол падения угла альфа вот она это угол между собственно линии падения вот она линия падения вот она да ее проекции на горизонтальную плоскость что очень важно понимать что собственно ли положение линии простирания определяется только ее азимутом их два вы можете померить азимут линии простирания в одну сторону и в другую они равноправны в общем но к этому еще чуть-чуть вернемся то есть при наклонном залегании измерение линии простирания но смысла особого не имеет она не дает вам положение слоев в пространстве а вот положение линии падения определяется во первых ее направлением азимутом 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 и углом наклона углом падения напомню что такое азимут азимутом ну тут простые простенькое совершенно определение азимут вот не что иное как угол между направлениями на север и на ориентир вот он он это то азимут замеренный горизонтальной плоскости и собственно по ходу часовой стрелки то есть это правой векториальный угол всегда по ходу часовой стрелки замеряется за исходное направление принимается листика направления принимается геодезический, или географический меридиан, и угол мерится между этим самым меридианом и направлением на ваш предмет, то такой азимут называется истинным. Но, если за исходное направление принимают магнитный маридиан, а магнитный стрелок компаса всегда направлен по магнитному вырезанному, то азимут называется магнитным. магнитным азимут измеряется в градусах от 0 до 360 вот смотрите вот домик это азимут 40 северо-восточные ромбы вот этот колодец 140 мельница 220 вот направлении 220 а скажем дерево это 320 вот 300 где-то тут 20 должно быть явно вот эту схемку рисовал географ эти нолики поставлены значок градусов к что в геологии запрещено полностью я хочу напомнить про магнитное поле земли что это дипольное то есть это модель которая гилберт свое время придумал магнитное магнитное поле земли как дипольное поле отвечающие собственно шару такому однородным магичным шару на самом деле это все значительно сложнее но мы так уже привыкли и вот силовые линии собственно магнитного дипольного поля они входят да вот посмотрите вот магнит стержневой магнит у вас линии входят собственно в южный полюс и выходит из северного да вот у нас же если мы берем вот северный географический полюс магнитные линии поля входит где-то рядом да геомагнитные полюс такие условные точки на поверхности земли в которых силовые линии магнитного поля направлены перпендикулярно вниз под углом 90 градусов поверхности и собственно с физической точки зрения северный магнитный полюс является собственно южным а южный магнитный полюс но является северным просто мы так договорились так удобно у нас северная стрелка магнитного полюса а это со гилберт уснеу что одноименные заряды отталкиваются она она смотрит на север ну так просто предмет договоренности не более того вы знаете что магнитный полюс они мигрируют они не остаются на месте вот как мигрирует собственно магнитный полюс за последнее время северный магнитный полюс в сторону сибири вот 900 год где-то там в районе бафиновой земли и вот потихонечку потихонечку он передвигается причем передвижение это в последнее время усилилось если до 2000 года скорость передвижения было 15 километров в год то теперь это где-то вот порядка 55 километров а вот северный географический полюс вы даже знаете что иногда с определенной не не со строгой периодичностью но северный и южный магнитный полюса меняются местами происходит так новая инверсия магнитного поля и вот за последние скажем 160 миллионов лет было порядка 100 таких вот магнитных инверсий последняя магнитная инверсия произошла примерно где-то 780 где-то около 800 тысяч лет назад как это связано с биотой грозит ли нам что это ну никто не знает но какие-то прямых доказательств того что как-то пострадала при этом биота на поверхности земли ну нет просто напросто поэтому не пугайтесь когда в газетах пишут что северный и южный полюс меняется местами при этом не говоря о том что это магнитные полюса меняется местами собственно ничего особо произойти не должно по идее и вот то что у вас в учебниках написано видите там предыдущую картинку вернует из как раз из одного из учебников николай владимирович угол между географическим полюсом и магнитным составляет один с половиной градусов это не так вот сейчас настоящее время это угол составляет примерно 7 3 десятых градусов не более того то есть мигрирует это поиск потом вернется на свое место особо не никак это нас не не затрагивает вот да очень важный момент измерение азимута то есть углов компаса но поскольку наверно 99 процентов людей пользуются обыкновенным географическим компасом то они мерят вот этот азимут очень странно вот эта памятка из какой-то там обожжеток безопасности жизни вот посмотрите что предлагается людям школьникам несчастным значит поверните компас так поверни вот это удивительно поверните компас так что буква с с это имеет северный конец компаса да совпало с концом магнитной стрелки ну нас ориентировать над компас хорошо это несложно можно сделать на стекло компаса положи граненый карандаш по направлению от центра к предмет вот здесь где-то какой-то предмет азимут на который надо измерить граненый карандаш нужен еще к тому же по шкале компаса отчитай но отчитайте наверное все таки но как-то да странно вот это все звучит величину дуги от нуля до линии направления на предмета вот получилось там суток 40 градусов где-то возьми граненый карандаш или линейку и определи азимута на предметы в классе вот это я не никогда не забуду на окно понятно на дверь понятно почему на белку я вот своим показывал для меня это загадка какая-то как белка оказалась в классе или белка вообще не знаю что имеется ввиду очень сложно громоздко и и не точно мягко говоря вот посмотрите я не буду вдаваться подробности я думаю что на практически все разбирали для того чтобы вот и с карандашом граненым не ходить до в кармане в геологический компас посмотрите грануировка вот это туристический компас да вот она грануировка нормально север 0 или 360 это северный конец компаса 30 там 60 90 восток 180 юг 270 запад на геологическом компасе или горном компасе для того чтобы не высчитывать эти самые азимуты в уме или там на бумажке грануировка лимба сделано в обратную сторону и вы сразу получаете искомый азимут вот с этими тремя видами компасов вы сможете в крыму столкнуться этот брантон компас там такие есть там их порядка 20 штук вот это вот китайские компасы которые сейчас там на восьмом этаже вы получаете а вот один из более старых компасов они тоже еще есть но их давно уже не выпускали выпускают в ограниченном количестве это не какие-то огромных денег не знаю почему но все они устроены в общем одинаково одинаково только бронт там сложности с определением угла наклона может быть вам тоже и давали бы показывали остальные никаких проблем собственно нет ну два слова скажу еще собственно компаса собственно основание вот такая вот пластина вот старого компаса длинная сторона короткая сторона вот северный конец кому свете ноль стоит вот ноль лимб разбит в обратную сторону в обратную сторону чтобы всякие математические и арифметические точнее действия и избежать на 360 градусов что естественно что еще 10 вот и винт который фиксирует магнитную стрелку потому что компасы они тонкие сделает мы если вы не зафиксировали называется ориентировать магнитную стрелку то она может соскочить есть пузырьковый уровень зачем я не очень понимаю но есть для того чтобы видео всегда и меряйте плоский угол горизонтальный угол для того чтобы ориентировать компас горизонтально но это можно сделать и без вот этого самого пузырькового уровня если у вас стрелка колеблется знаешь компаса вы держите правильно горизонтально если она вас зажата между стеклом и вот этим основанием то вы держите компас неправильно не так уж это нужно нужен этот самый собственного пузырьковый уровень есть клинометр и вот он клинометр вот его отвес когда вы меряете углы наклона вот длинной стороной со стороны вот этого самым на шкалы клинометра от нуля до 90 на вот здесь ноль а вот здесь 90 то и другой стороны мы должны к слою направить к слою и есть кнопочка фиксирующая клинометр такой тормоз него нажимаете клинометр свободно перемещается потом вы отпускаете эту кнопочку и зафиксируете угол наклона ничего сложного нет все они строят совершенно одинаково компасы но только немножко внешне различаются обычно в поле при наклонном залегание слоев мере только аль направление или азимут падению слоя и собственно угол угол падения слоя потому что еще раз повторяю что линия простирания вот видите компас приложен к линии простирания она имеет два азимута и никакое очень там положение слоя пространстве замеряет только или азимут линии простирания вам не дает и геологи этим почти не пользуется только в одном случае я сейчас скажу об этом еще раз покажу что если у вас слои стоит вертикально вертикально или какой тело например дайковый комплекс дайк они обычно вертикальные тела чаще всего другого способа как-то получить какую-то ориентировку этих слоев вертикально стоящих как геологи то говорят на головах стоят вот некоторые из вас на головах любят стоять измерить азимут линии простирания есть определенные правила записи азимут линии простирания в такой полевой геологии российской так вот посмотрите еще раз повторяю что азимут это угол между направлением на север и на ориентир замерены горизонтальной плоскости по ходу часовой стрелки для того чтобы взять азимут на какой-либо предмет выложил компасы расположить так чтобы вот северный конец компаса вот здесь 0 за пальцем там точно 0 до был направлен на предмет вот вас направление падения слой вот короткой стороной да это линия простирания собственно вот она линия простирания собственно линия простирания вот она вы прикладываете компас и берете отчет по северной стрелки вот здесь написано для замера азимута падения слоя надо держа компас горизонтально горизонтально естественно приложить его короткой стороной к линии простирания направив северный конец северным концом по направлению падения слоя и взять отсчет по северному концу стрелки магниты стрелки на на старых компасах он необычным с тем на северный конец закрашен темным каким цветом на последних наоборот белым по какой-то причине не знаю еще раз повторяю что у наклона залегающих слоев в поле геолог никогда не будет вам мерить азимут линии простирания вот линия простирания видите правый векториальный угол что вот этот азимут что вот этот азимут равноправно равноправно берется замер только азимуты линии падения и угла падения вот азимут линии падения это вектор это вектор здесь вектора нет да только при вертикальном залегание в российской геологии издавна принято записывать азимуты простирания если вы их померились вам это необходимо только в северных румбах то есть вот этот азимут простирания вот азимут простирания северо-восток 60 например так вот здесь и есть северо-восток 60 только в северных румбах азимут линии простирания ну и угол падения значит кленометром к слою кладете длинной стороной прижимаете к слою коим на если у вас с крышечкой компас такой раскрывать полностью и получаете нажимаете на кнопочку вот у вас отвес зафиксировали получили до значение при горизонтальном залегание от вес будет показывать ноль при наклонном залегай ну какое-то значение что еще важно вот видите форма записи она тоже определена исторически что называется другая форма записи быть не может значит азимут падение ведь пд ну пд можете печатаем букву может какими угодно написать юго-восток сначала рум что наш руб это вот угол который отчитывается от ближайшего направления северная или южная до заданной линии вот вас северные румбы вот между севером и востоком будут северо-восточные румбы между востоками юго-восточные между югом и западом юго-западные между западом и севером северо-западные юго-восток юго-восток 150 угол 55 никаких вот этих самых ноликов как геометрии не пишут это тоже исторически сложилось если вы поставите нолик потом будете гадать если у вас здесь не 55 опять градусов было угол наклона вы нолик еще написать еще коряво и думаете 50 там или 5 так что вот эти вот кружочки здесь внизу вот форма записи но угол конечно как угол надо написать вот форма записи но это вы знаете это у вас все было и вот элементы залегания слоя на геологических картах как они представляются нас линия простирания примерно 7 миллиметров и короткий берг штрих покороче чем вот здесь вот это будет линия падения и собственно вот 60 градусов ты угол падения если у вас горизонтальное залегание то она равноправная у ставится две такие линии простираете крестик такой вот ведь головы отложения лежащие горизонтально если у вас наклонное залегание то вот такая вот или не простирание от направления падения вот например и угол падения вот например если у вас опрокинутое залегание то есть настоящее время на свои падают вот в этом направлении в данном случае к юго-востоку, то ставится вот такая вот петелечка, говорящая о том, что слои находятся в опрокинутом залегании. Кровля получается ниже подошвы. А если у вас залегание вертикальное, видите, равноправное, линия простирания, ну 90, я никогда не видел, чтобы на картах ставили, ну честное слово, просто вот такой вот в обе стороны короткий бирж-штришок. И уже понятно любому геологу, что это вертикальное залегание. Ну честное слово я нигде не видел, может быть, я не прав. Вот давайте разберем еще один такой момент, который, на мой взгляд, очень важен. Геология, как вы знаете, наука историческая. Главная задача геологии — это не добыча полезных ископаемых, это прикладная задача геологии. А главная задача геологии, которая до сих пор не решена, это установить историю развития Земли нашей. От начала этой истории, как она справилась как планета, до сегодняшнего дня. Это сложнейшая задача, которую никому пока не удалось выполнить. Но для того, чтобы выстроить события в определенной последовательности, нужна, собственно, возрастная последовательность, какая-то шкала времени, и вот в геологии применяется, наверное, у вас это тоже было на практических занятиях, шкала относительного времени раньше-позже, раньше-позже, слой, который лежит выше в разрезе при нормальном ненарушенном залегании, он сформировался позже слоя, который его подстилает. Николай Устынов, 1669 год. Об этом вы, наверное, говорили. Но для того, чтобы выстроить события, а каждый слой ведь он несет в себе нагрузку, отражающую условия его накопления. И геология умеет эти данные из изучения слоистости выявлять, использовать. Ну, грамотные геологи, не все, конечно. Вот. Значит, в любом случае, нужно знать, где у вас низ разреза более древний толщий, а где верх разреза более молодые, иначе вы все перепутаете. Таких явлений много случалось. Вот посмотрите, значит, еще раз повторю. Последовательность событий, запечатленная в разрезе осадочных пород. Геология имеет дело с разрезами осадочных пород. Обычно морскими, о чем мы с вами говорили в 90% случаев. Вот у вас в любой слой содержит время. Значит, у вас слой D накопился раньше, слой F позже, слой C еще позже, слой B еще позже. То есть время ушло на накопление этих слоев. Вот на этом основании построена вся общая, ну, стратеграфическая шкала и международная, и наша общая шкала и так далее. То есть каждый вышележащий слой моложе слоя его подстилающего. И наоборот, и наоборот. Это основной закон геологии. Ну, посмотрите, да, вот тот вопрос, где верх разреза, а где низ? Ну, если вот так, это Коты, да, речка такая. Если вот такое залегание, ну, с слабым наклоном куда-то от меня туда в сторону, то, наверное, стоит предположить, что вот это белые слои какие-то отражились раньше, чем красные. И все события, которые с ними связаны, которые вы из них вытащите, получите, они произошли раньше. Ну, такой разрез нормальный все. Тут сложности никаких нет. Ну, а если вот такой разрез? Уже не очень понятно, где тут кровля, где подошва, где верх разреза, где низ, он еще и заваливается наверху. Так ведь, согласитесь, не все так однозначно. Ну, и вот эта картинка, которая мне нравится. И Юлия Владимировна Фролова сфотографировала когда-то. Тоже не так, все просто. Где тут верх разреза, где низ? Как будем историю создавать? Ну, а если вот такое залегание? Ну, совсем, да, тут не поймешь вообще ничего. Складка такая лежачая. Итак, несколько слов буквально. Слой, слоистость и некоторые, собственно, способы определения кровли и подошвы слоя. Далеко не все, но некоторые, которые вам могут в Крыму пригодиться, например. Итак, начнем с того, что вы уже, наверное, усвоили, надеюсь. Горизонтальное залегание – это первичная форма залегания осладочных горных пород. Видите, горизонтальное залегание. Вот она, слоистость. Горизонтальное, ненарушенное, абсолютно первичная форма залегания. Вот слои, подчеркнутые поверхностями напластования. Итак, слой. Что такое слой? Наверное, вы об этом тоже говорили на практических, но напомню. Слой – это такое трехмерное геологическое тело, у которого есть длина, ширина и толщина, мощность геологии, которая сложена обычно. Осадочные породы, могут быть и вулканогено-обломочные породы, но чаще всего осадочные, у которого большая площадь, то есть ширина и длина большая, и относительно малая толщина, мощность в геологии. Сверху и снизу слои ограничены поверхностями на слое длиннопластования. Верхняя граница слой называется кровля, верхняя поверхность, нижняя, называется подошва. У двух слоев, в соседних вертикальном разрезе, кровля и подошва совпадают в пространстве, но далеко не всегда во времени, потому что между накоплением слоя d и f можно пройти неограниченное количество времени, а может быть очень немного. Вот это как раз одна из задач стратеграфии установить, сколько же времени прошло. Не всегда это возможно. Видите, слой это термин свободного пользования, нет масштаба, не внесено никакого. Почему в определении нет масштаба? Да потому что вы можете выделять слои в зависимости от детальности ваших исследований. Вот у вас слои под микроскопом, увеличение в тысячу раз. У вас ведь есть геодезия, да? Ну да, масштаб топографической карты вы понимаете, что такое, я надеюсь. Скажем, вы работаете, вот в Крыму будете работать на карте 25-тысячного масштаба. Сколько в одном миллиметре метров? 25 метров, совершенно верно. Можете ли вы слой физически на эту карту нанести, мощность которого меньше 25-ти метров? Нет. А если у вас 100-тысячный масштаб? А если миллионный? Вот и так далее. Поэтому нет масштаба. То есть вы выделяете слои в зависимости от детальности ваших исследований. Итак, несколько слов о мощности. Это тоже непросто. Значит, истинной мощностью слоя, вот это, H, называется кратчайшее расстояние между его кровлей и подошвой. Вот слой 1, слой 2, слой 3. Слой 1 наиболее древний, этот помоложе, это совсем молодой. Значит, истинная мощность – это кратчайшее расстояние между кровлей и подошвой слоя. Еще раз повторяю, что вот эта истинная мощность, она может колебаться в широчайших совершенно пределах, от там долей миллиметра до десятков и сотен метров. Все зависит, опять же, от того, что вы хотите, масштабы вашей исследований. Любое другое расстояние, кроме вот этого кратчайшего расстояния между кровлей и подошвой, это уже будет так называемая видимая мощность. То есть вы видите подошву свою, видите кровлю слоя, и вот это H1 – это будет видимая мощность слоя, то, что вы видите. Как соотносится видимая мощность с истиной? Через угол альфа. Я понял ваш ответ. Хорошо. Если же в обнажении вы видите, скажем, только подошву слоя, но кровля его размыта, то в этом случае говорят о неполной мощности слоя, вот H2, видите, неполная мощность слоя. Ну или наоборот, вы видите кровлю, а подошва слоя, ну, скажем, скрыта под каким-то травяным покровом. Тогда вы говорите о неполной мощности. Итак, истинная, видимая, неполная. Это вы должны знать. Чередование слоев в разрезе носит название слоистости. Вот слоистая толща, видите, перед вами. Границы между двумя слоями практически всегда соответствуют перерыву в отложении осадков. Об этом мы с вами, по-моему, говорили. Часто это связано еще и с изменением состава осаждающегося вещества. То есть вот перерывы, то есть процесс осадка-накопления, и почему происходят такие перерывы, мы, по-моему, с вами тоже разбирали. Процесс осадка-накопления даже в одном и том же бассейне морском носит такой прерывистый-непрерывный характер. Иначе бы мы эту слоистость не видели. Чем она обусловлена? Мы об этом говорили. Климат и, собственно, тектоник в широком смысле всего этого. Вот посмотрите, как устроены поверхности наслоения. Вот это литераль Белого моря, что такое литераль вы знаете. Вот ушла вода. Что вы видите на поверхности? Это кровля слоев. Кровля, каких-то песков, еще не литифицированных, еще не превратившихся в породу. И посмотрите, вот знаки ряби на них остались. Это же такая волновая рябь, видите? Вот эти вот вылезают всякие животные, которые питаются илами, илоеды пескожилы в данном случае. Вот возникают такие бугорки. То есть она неровная, поверхность кровля. Неровная. То есть возникают такие формы микрорельефа на поверхности верхней. Вот используя вот этот вот факт, вот посмотрите в свое время, значит, под воздействием волнений, течений, в побежной зоне, в дельтах рек, ну, кстати, и ветровое воздействие на кровля. Формируются вот такие вот знаки ряби, знаки волнений. Вот видите, волновая рябь, направление ветра. Или рябь, образована водным течением, такая они асимметричная. А вот волновая рябь, поскольку волны в другую сторону, в прибрежной зоне, такая она симметричная рябь. И вот используя то, что на кровле остаются следы микрорельефа, геологи могут восстановить, где кровля слой, а где подошва. Вот посмотрите, да, литологи давно уже делали. Вот посмотрите, у вас вот кровля слой, о чем я сейчас говорю, это вот волновая рябь. У вас узкий хребтик и широкая такая долинка. А если этот слой, вот этот слой, будет перекрываться более молодыми отложениями, а он будет перекрываться, то в подошве слоя перекрывающих возникнут такие слепки, выпуклые слепки вот этого микрорельефа кровли. У вас будет узкая такая впадинка и широкая такая вот отвечающая в данном случае вот долинке выпуклость, да. Вот слепок хребтика, это слепок вот этой вот впадинки. Обратная картина возникнет. Такие возникнут слепки. Вот посмотрите, вот у вас признаки кровли. Вот это кровли слой, это вот сейчас снято, да. Современная ветровая рябь песчаных барханов. Узкий хребтик, широкая долинка, да. Асимметричная. Это рябь, да. Вот у вас, пожалуйста, знаки ряби на мелководье, да, где-то Телецкое озеро на Алтае. Видите, знаки ряби, они есть. Вот они, это кровли слой. Видите, нога стоит на кровли, не наоборот же. А вот, пожалуйста, древняя рябь на поверхности, на кровли, естественно, песчаник. Значит, это кровля слоя. Кровля слоя. Очень хорошо. Что еще может оставаться на кровле слоя? Следы струек течения на кровле. Вот они, вот эти вот струйки течения вы увидите в немецкой балке, когда вот на мыс выйдете, найдите там. А вот это современная картинка. Действительно, вот такие вот долинки маленькие, крошечные, но тем не менее, неглубокие канальцы, которые изгибающиеся, образуются при стекании струек воды на песке пляжа. И вот то же самое у вас будет на кровле того слоя, который будет выходить у вас прямо около моря, недалеко. Посмотрите внимательно, найдите. А вот, пожалуйста, следы капель дождя тоже остаются, особенно на глинистых кровлях, глинистых пород. Видите, как в падинке? Вот шел хороший дождь. Вот примерно так же, ну как метеорит упал на землю. Видите? Или вот, да? Это кровля. Вот они, видите, падинки. Кровля, кровля, кровля. Кровля. Падинки на кровле. Так. Трещина высыхания. Так иры, так называемые. При высыхании происходит это уменьшение объема. Причем высыхание идет с кровли слоя. Естественно, здесь влажность меньше, а внизу выше, и поэтому скорлупки загибаются вверх. Загнутые края скорлупок указывают на кровлю слоя. А вот как это в разрезе будет древним выглядеть. Посмотрите, вот они загнутые вверх скорлупки будут лежать, вы это увидите. И вот эти трещинки, они будут такие клинообразные, причем клино будет направлен в сторону подошвы. Там еще влага остается. Постепенно все это растет внутрь. Вот, пожалуй, современные следы на кровле слоя. Никто не спорит, что это кровля слоя. Это прибрежная зона. Вот человек какой-то ходил, вот чайка, наверное. Вот пробежал по песку какой-то жучок. А вот рапана ползет где-то в Черном море. То, что вы можете увидеть. Вот такие следы бывают, это следы динозавров. Видите, это кровля слоя. Это все кровля слоя. Вот есть такое место в Боливии. Да, посмотрите. Это такая стенка, почти вертикально залегающая. Вот она, ну не совсем, ну, смыка, смыка. На которой когда-то топтались динозавры. Но когда-то стенка эта была горизонтальная. Это было дном какого-то озера, причем глинистым дном. И вот эти следы, их там более пяти тысяч найдены. Видите, они ходили и так, и так. Это следы динозавров. Вот они, да, ходили. То есть первоначальное залегание, естественно, было горизонтальным. Иначе бы динозавры так не лазили. Вот такие вот вещи. Именно вмятины от следов остаются. А что же на подошве слоя? А там остаются слепки, разообразные бугорки, валики различного происхождения, которые получили в геологической литературе название иероглифы, Солл-Макс. Они делятся на механоглифы, которые возникают за счет переноса, перераспределения обломочного материала. Слепки, борозд, размывы, сейчас покажу их, такие язычковые валики. Следы волочения галик по дну, следы падения галик и так далее. И биоглифы, треис фосселс, да, результаты жизнедеятельности животных, следы оползания их, зарывания, такие слепки отпечатков лап, ног и так далее. Вот эти биоглифы, видите, вот они. Вот кто-то ползал когда-то. Это подошва слоя, потому что это выпуклые следы уже. Вот посмотрите, вот язычковые валики. У вас течет вода, вымывает. Это ведь подошва просто перевернута сейчас. Вот этот вот валун, или как его назвать, не знаю, вы увидите в Крыму перед ходом в музей. Вот там он сфотографирован, вот компас, да. Вот посмотрите, такие следы течения желаков размыва. Как они образуются? Ну, примерно так же, как крошечные маленькие водопадики, видите. Как у водопада, то же самое турбулентное движение. И вот эта вот наиболее прогнутая часть как раз у ступа водопада возникает. То есть вот направление течения воды, видите, направление течения. Вот здесь глубокая часть, здесь мелкая. А на слепке будет ценоаборат. Вот выступающая часть, вот, это она когда-то была, вот эта часть. Вот течение воды, видите, желобки размыва такие. То есть если, знаете, а вот, да, следы капель дождя. Там у вас были ямки на поверхности слоя, а на подошве слоя у вас будут такие вот бугарки, видите. Это следы капель дождя, то есть это подошва слоя. То есть вы можете восстановить, где был верх, где низ разрезан. Или вот следы ползания животных, да. Видите, вот они, элоеды всякие разные, оставляют за собой следы. Это подошва слоя. На подошве такие вот бугарки будут. Вот такие вот у нас есть. Вот посмотрите, да, то же самое. Вот такие тоже биоглифы в подошве слоя, видите. Вот кто-то полз, да, на Кавказе. А вот то же самое, да, нижний мел. Значит, выпуклые вещи, это подошва, вогнутые всякие ложбинки, это кровля слоя. Запомнили прекрасно. Ну вот, пожалуйста, тут как раз все хорошо видно. Это следы человека, оставшиеся где-то 20 тысяч лет назад, да. Опять же, в озерных отложениях, где-то в Нью-Мексике, да. Вот видите, это кровля слоя, видите, кровля. А вот это подошва, слепки с кровли, то есть на вышележащем слое когда-то. А в настоящее время он перевернут. Вот что я хотел вам рассказать на сегодня. Вопросы есть ко мне? Я думаю, вы усвоите. Там в Крыму будет, ну я когда о складках буду говорить, я вам задам вопрос, насколько вы усвоили вот последнюю часть нашей сегодняшней лекции. Так же готовьтесь. В Крыму это вам пригодится. Там можно найти вот эти самые иероглифы. Все, спасибо. Спасибо.